Значит, смотри, я покупаю по 100 баксов, продаю по 400. Так, значит, 100 баксов вычитаем, правильно? Вот эти 3% мои. Нормально, да? Тут вчера я вообще на 5% сделку ехал и в пробке застрял. В автомобильной. А тут еще водила мой на нервы действует. Говорит, шеф, полчаса отдыхаем, пробка охренетительней, шеф. У меня сделка горит. Все, думаю, кранты надо на метро щемиться. Он говорит, шеф, а ты хоть раз метро в глаза видел? Я говорю, конечно, видел. По видику. Там еще буква М написана. А, ну тогда бог помощи, только смотри, Макдональдс не промахнись. Ну я не промахнулся. Нашел помещение с буквой М. Пацаны, вы че подумали? Все четко написано метрополитен. А там, как в навороченном банке. Турникеты стоят. Все чики-пики, охрана. Ну я свою кредитную карточку достал. Она в турникетную скважину мне запихивается. Смотрю, у народа пластиковые карточки, вот. Как фишки в казино. Ну, жетоны, да. И запихиваются. Я говорю, братва лихая. Вы где их надыбали? И дед какой-то мне шумит. Говорит, видишь, сбоку конура в стене. Целых полторы тысячи там энд хряновины стоит. А в гораловка. Так я, сынок, нарочно. По пенсионным тут и сутыша стою. На халявку. Я так прикинул. Ну, в натуре, откуда у деда полторы штуки баксов? Ну, а мне ж каждая секунда дорогая. Я полторы штучки гринов отсчитал в эту конуру. Вдруг оттуда вот баба такая в форме. Прямо из дупла выскакивает. И на меня. Милый, я тебе не корова. Что ты мне зелень суешь? Ну, вы буржуи даете. Нажретесь до шибачки, а потом изгаляете. И не стыдно, боров инкубаторский. Да я когда-то еще под стол пешком ходил. Я говорю, пешком я никогда не ходил. Только сегодня сподобился. Тут я чумная, как свистанет в свой свисточек. Меня аж контузило. Слава богу, один дядя сжалился. Земляк, говорит, я тебе так и быть. Уступлю жетон по дешевке. За 500 баксов. Дай ему бог здоровья. Все-таки есть добрые люди в России, матушка. Ну, просунул я этот жертва в скважину. И тут вдруг такая красотуля плывет. Ну, я вперед ее пропустил. Сам следом. И вдруг как прессанет. Я 10 минут приседания делал. Смотрю, три жлоба. Вместе слепились. И на один жетон просадили. Ну, я что, лох, что ли? Тоже к какому-то хмырю поплотнее пристроился. Только турникет прошли. Он мне, ах ты, шелонин. И как понес меня бегом по эскалатору. Еле от него отбился. Он меня в какой-то переход заволок. А в этом переходе круче, чем в ночном кабаке. Такое ништяковое шоу. Кто на гармошке? Кто на дудке? Кто на костылях? Все с этикетками. Помогите Христо ради во имя Аллаха. Охренел не жрамши. Подайте немому на протез. Ну, мне что, в натуре так жалко стало этого немого. Ну, жалко стало. Ну, я ему 200 баксов кинул. Че там? А он говорит, спасибо, касати. Дай еще 300. Тебе без ноги рэп станцует. Но тут как раз поезд подали. Я метнулся. А в этом поезде беспредел творится. Не то, что и СВ. Купе ни одного нет. Я чуть не задохся в этом общем вагоне. Думаю, где же эта девица-проводница? И вдруг откуда ни возьмись цыганский табор. А 15-летний Будулай забывает. Люди-то припоможите. Все зарплату положите. И че прикольно, почему-то все именно ко мне. Одна цыганка нагнулась, а у ней за спиной в мешке цыганенок трехмесячный. У него еще глазки не прорезались. А он уже ручонки мишебуршит. У меня в бумажнике. И че прикольно, рубли выбрасывает. Только баксы хватает и в ползунки трамбует. Тут народ с сиденьев повскакивал. И давай рубли с полу подгребать. Я не заметил, как без обуви остался. Ага, в одних плавках. А тут еще водила женским голосом объявляет. При выходе из поезда не забывайте свои вещи. Я уж был хотел обидеться на эти народные забавы. И тут мне как садонет в голову мысля. Новый бизнес открыть. А че? Буду по самой козырной цене иностранцам продавать в наше метро турпутевки. Всю эту хренотень обзову. Супер шоу тур ин рашен метро Диснейленд. А вход туда пускай останется официальный. Полторы штуки баксов.